Азербайджан и Турция могут начать совместное производство беспилотников. Об этом не так давно заявил турецкий министр оборонной промышленности Исмаил Демир. Он добавил, что в производстве боевых дронов Турция и Азербайджан будут стремиться дополнять и укреплять друг друга. К слову, интерес к беспилотной авиации среди силовых структур по всему миру резко возрос после Второй Карабахской войны. Значительную роль беспилотных летательных аппаратов в блестящих операциях по освобождению азербайджанских земель отмечали и военные эксперты. К слову, Азербайджан уже имеет опыт в производстве беспилотников. А вот какой потенциал у совместного производства продукции оборонной промышленности имеется у Баку и Анкары, разбиралась Эльмира Мусазаде. Эльмира, добрый вечер. Здравствуйте, Олег. Вам слово. В первую очередь следует отметить, что беспилотные летательные аппараты отличаются по типам и назначениям. Имеются разведывательные дроны, ударные, а также разведывательно-ударные. В Азербайджане, к слову, производятся все три вида. И также беспилотные летательные аппараты могут осуществлять перехват воздушных целей, постановку радиопомех, данных, а также доставку грузов. Но начать предлагаю с определения того, какую роль играют беспилотники в театре военных действий. Основным преимуществом беспилотной авиации является меньшая стоимость их создания и эксплуатации. К примеру, по экспертным оценкам, боевые БПЛА верхнего диапазона сложности стоят от 5-6 миллионов долларов. В то время как стоимость пилотируемого истребителя, бомбардировщика F-35, составляет около 100 миллионов долларов. А истребители МиГ-29, имеющиеся на вооружении азербайджанской армии, 22 миллиона долларов. Если добавить к этому существенные затраты на обучение пилотов, то сумма получается довольно внушительная. Ни для кого не секрет, что производство беспилотных летательных аппаратов подразумевает под собой несколько технологических сфер, которые должны быть управляемы, инвестированы вовремя, своевременно, для того, чтобы быть способным иметь правильный персонал, правильные технологические линии, которые позволят полное производство. Сегодня такими способностями обладают несколько государств, в том числе Турция, Израиль, которые производят одни из лучших беспилотных летательных аппаратов на протяжении многих лет уже. Кроме того, беспилотники на поле боя позволяют обезопасить наиболее ценный ресурс – бойцов. Поэтому все больше стран обращают внимание на этот новый тип авиации. Тут нужно отметить, что своего рода революция в широком применении дронов в ходе боевых действий произошла именно во время Второй Карабахской войны. Именно после боевых действий в Карабахе многие эксперты заговорили о том, что беспилотники изменят тактику, оперативное искусство и даже стратегию армий, не только развивающихся стран, но и самых мощных. Тут хотелось бы остановиться подольше и рассказать подробнее. Боевые действия начались с ударов по армянской ПВО беспилотниками разных типов – турецкими ударными аппаратами «Байрактар» с высокоточными ракетами и бомбами, дронами камикадзе, хороб израильского производства, которые в том числе наводятся на радиоизлучении радаров ПВО, и нескольких видов камикадзе малого размера. В первые же дни армянская сторона потеряла десятки установок ПВО, после чего дроны переключились на другую технику – танки, боевые машины, артиллерию и грузовики, перевозившие боеприпасы и подкрепления. За этим последовала серия ударов непосредственно по позициям армянской пехоты и по складам с боеприпасами. Кроме того, на протяжении всей войны дроны наводили на технику и скопление пехоты свою артиллерию. То есть это уникальный случай комбинированного обстрела непосредственно с дронов и из установок залпового огня. Использование определенных сил для определенных целей было использовано в балансе с тем, что нужно было достичь, в каком времени и с какими рисками, на какие риски командование было найти, для того, чтобы достичь эти успехи. Любая операция, любая война, она, разумеется, рассматривается партнерами, также не партнерами, противниками, оппонентами. Все это анализируется иногда даже годами, принимаются определенные решения. К слову, Турция применяет боевые дроны уже давно. В боевых столкновениях на Ближнем Востоке турецкая армия продемонстрировала новую тактику. Небольшие по габаритам, при этом несущие немаленький заряд боевых снарядов, дроны активно атаковали позиции террористических группировок. Система ПВО, к слову, не самая сильная, не успевала реагировать на авиацию, летящую на таких низких высотах, поэтому эффект от применения дронов был колоссальный. А спустя некоторое время Турция предоставила еще одну новинку своего оборонпрома, так называемый рой дронов. Десятки БПЛА одновременно нанесли удары по базам и складам вооружений и, более того, смогли уничтожить несколько зенитно-ракетных комплексов. Да, технологии 21 века позволяют полностью изменить методику ведения боев. И все, что раньше решалось на поле боя, сегодня решается дистанционно. Беспилотники играют очень важную роль в сегодняшних военных действиях. У Турции, в отличие от западных партнеров, была возможность несколько раз доказать свои боеспособности в Ливии, в Сирии, в том числе в Азербайджане в последних боях. И, несомненно, Турция опережает многих своих партнеров, в особенности в регионе, по своим способностям. Ну а путь к успеху у турецкой армии был довольно тернист. Началось все с эмбарго США. Тогда Анкара активно приступила к развитию отечественных компаний и обороны промышленности. Первая попытка запустить программу беспилотников начались еще в 1990-х годах. Но фактическое начало пути произошло в 2004 году, когда турецкая армия объявила тендер. А спустя уже шесть лет появился первый беспилотник – Анка от Turkish Airspace Industries. Он, однако, не был боевым. Звенов в операционной цепочке между сбором информации и проведением операций по-прежнему отсутствовало. Чуть позже США вновь отказались продавать Турции беспилотный боевой аппарат Predator. И это стало главным триггером к созданию нового поколения БПЛА. Уже в 2015 году Bayraktar поразил цель на расстоянии 8 километров с помощью управляемой ракеты турецкого производства в полете на высоте 4 километров. Официальный и общественный интерес дал импульс турецкой программе дронов. Увеличению их парка и усовершенствованию технических характеристик. Что же касается Азербайджана, в 2009 году между Израилем и Азербайджаном было подписано соглашение о строительстве завода по производству беспилотных летательных аппаратов. По прошествии чуть более двух лет, в марте 2011 года, было сдано в эксплуатацию новое предприятие – Азад Системс при Министерстве оборонной промышленности страны. На предприятии и приступили к выпуску разведывательных беспилотников «Арбитр» и «Аэростар». Говоря об ударных дронах, стоит отметить национальный «Зербайк Кэм», который разработчики называют «БПЛА нового поколения». Сейчас, насколько я знаю, ведется разработка его модернизированной версии, но не так давно. Как раз во время войны в Карабахе Азербайджан представил новые «БПЛА» – «Итегован», название которого они получили по выражению верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Эта надпись обозначена на крыльях нового ударного дрона. К слову, в Миноборонпроме страны отмечают, что «Итегован» обладает большой разрушительной силой. Азербайджан уже много лет наращивает и пытается успешно в какой-то мере наладить свою производственную линию. И мы помним все компанию «Азад», которая была представлена много лет назад, которая производит, производила. Но в то же время, конечно же, каждое государство старается иметь свою производственную линию и меньше зависит от партнеров. Ну и скажу пару слов об армянских беспилотниках. В основном внимание привлекают две модели. «Крунг» – впервые продемонстрированный публике на военном параде 2011 года. Этот беспилотник может находиться в воздухе 3 часа, летит со скоростью 110 км в час и может поддерживать радиосвязь с пунктом управления на дальности до 70 км. Этот БПЛА нельзя назвать верхом совершенства. В Армении это прекрасно осознавали, поэтому стала разрабатываться следующая модель – X-55. В своей наиболее современной модификации этот БПЛА может находиться в воздухе 6 часов. Обладает крейсерской скоростью в 130 км в час. Оптимальная высота для ведения разведки составляет 2 км. Ну и их эффективность наглядно была продемонстрирована во время боевых действий в Карабахе. Я думаю, все мы прекрасно видим это по этим фотографиям. В любом случае, беспилотная техника уверенно занимает свое место в театре военных действий. Страны наращивают ее производство. Возвращаясь же к теме совместного производства дронов в Азербайджане, следует вспомнить и Шушинскую декларацию. Подписанные лидерами Азербайджанной Турции на освобожденных территориях документ создают возможности для наращивания сотрудничества двух стран в сфере военно-промышленного комплекса. Тогда же в освобожденном городе Шуша президент Турции Реджептай Пердуган в ходе визита заявил, что в Азербайджане будет построен завод для обмена технологиями и совместного производства продукции оборонпрома. О том, какие именно будут разработки, думаю, будет известно в ближайшее время. В этом году, если позволит эпидемиологическая ситуация с коронавирусом, должна пройти очередная выставка оборонной промышленности Адекс. Ну и в завершении отмечу, что любая техника эффективна только в том случае, когда ей грамотно управляют. Олег. Большое спасибо, Эльмир, за интересную информацию. Эльмир и Мусазаде о беспилотных летательных аппаратах и о том, какой потенциал у совместного производства этой продукции оборонной промышленности есть у Баку и Анкары.